Продолжаем выпуск. Более тысячи квадратных метров придется переделывать после первого этапа ремонтных работ, который был проведен в 2023 году на Трехсвятской в Твери. За чей счет будут проводиться работы и кто должен устранить дефекты? Ответы на эти вопросы узнал наш корреспондент у представителей администрации Твери. Накануне члены общественной палаты Тверской области и представители городской власти проверили ход ремонтных работ, в том числе в рамках второго этапа. Все подробности в следующем материале выпуска. Реконструкция главной пешеходной улицы Твери началась в прошлом году. В рамках первого этапа был капитально обновлен участок от улицы Новоторской до бульвара Радищева. Но что-то пошло не по плану и подрядчик затянул с работами. Ремонт закончился глубокой осенью, а качество его оставило желать лучшего. Члены общественной палаты Тверской области категорически недовольны проведенными работами. Улица сделана будет один раз и соответственно на долгие годы. И конечно же этих недоделок и брака быть не должно. Администрация установит сроки, когда это будет осуществлено. Ну и соответственно профильная комиссия общественной палаты возьмет это под контроль. И поверьте мне, этот контроль будет очень жестким. Более тысячи квадратных метров требуется переделать после первого этапа ремонта Тверхсвятской. Это 45 точек. Иск подан, судебные разрезы продолжаются. Теперь у нас на конец июня судебное разбирательство. Подрядчик выходил, частично работу провел. Был заменен участок ливневой канализации, который убрал фактически подтопление в районе бывшего ювелирного. Остальные работы по плитке не завершены. То есть сейчас ждем решения суда и уже будем через пристав вопрос решать в дальнейшем. Проблема с отведением воды возникла и на другом отремонтированном в прошлом году участке. Большие сильные ливни показали некоторые проблемы на Тверском проспекте пересечения с бульваром Радищевым. И естественно эта тема затронула и момент, а как же все это будет здесь. Представители администрации пояснили причину сложившейся ситуации, но отметили, что сделать с этим уже ничего не получится. Из-за большой площади водосбора какое-то время канализация не справляется. Но в течение 10-15 минут вода с проезжей части уходит. В дальнейшем, когда появится необходимость реконструкции, допустим, ливневой канализации, будет увеличиться водопропускная способность их. Пока такая возможность не рассматривается. Недовольны общественники в целом отношением прошлогодних подрядчиков к благоустройству пешеходных улиц, которые они отремонтировали в прошлом году. Все сделали, плиточку выложили, но куча другой плитки лежит по валке. А на самом бульваре в сквере лежит уже год. И никто не убирает, можем пройти и показать. Что касается ремонта в рамках второго этапа, который ведется от бульвара Радищева до улицы Симеоновской, то общественники отметили заметное улучшение в организации работ. Вероятно, это связано именно со сменой подрядной организации. На текущий момент на объекте уложена гранитная брусчатка на тротуарах по обеим сторонам главной пешеходной улицы города, а также уложен новый асфальт на пересечении Трехсвятской и Симеоновской. На объекте установили водоотводные лотки. Восстановлены канализационные люки, а также были полностью смонтированы стойки опор наружного освещения. Но есть некоторые вопросы, которые требуют уточнения. Например, стыки прилегающие, то есть плитка, которая прилегает к фасаду зданий. Есть еще некоторые моменты озеленения. Общественники продолжат осуществлять контроль за ходом ремонтных работ на Тверском Арбате. По заявлению подрядчика, все работы по благоустройству второго этапа улицы Трехсвятской планируется завершить в середине лета.